Домодедово 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 Она складывается даже не столько из текущего пассажиропотока Сколько из потенциала Домодедово Который Стояние вырастет Ну практически в два раза За ближайшие 10 лет К чему это Собственно приведет Вырастет пассажиропоток Растут будущие прибыли И исходя из этого Аэропорты стоят 4-5 миллиардов Текущая его оценка Если инвесторы верят в перспективу роста, он стоит 4-5. Если инвесторы не верят в перспективу роста, Домодедово стоит гораздо дешевле. По текущим оценкам, стоимость аэропорта по оценкам расчета монолитиков где-то в районе максимума 3 миллиардов. То есть Домодедово уже стоит меньше, чем два государственных аэропорта вместе взятых. Тогда их можно сливать, организовывать, как хотело правительство, единый аэропортовый комплекс и жить так, как хотелось бы властям. Сейчас, по-моему, повторюсь, ситуация такая, что принято решение о слиянии Внукова и Шереметьева, и особняком стоит частный аэропорт Домодедово, хотя первоначальная концепция подразумевала слияние всех трех аэропортов с созданием компаний с государственным правительственным контролем. Игорь, ну и как ты думаешь, вот этот, если ночные коллапсы, скажем, вроде того, что был прошлой ночью, будут повторяться в Домодедово, насколько это может отразиться на... Ну, это как раз будет вопрос веры, будут ли инвесторы верить в то, что в Домодедово все нормально, что аэропорт устойчиво развивается или нет. Есть постоянно, там происходят какие-то нештатные ситуации, форс-мажоры и так далее, перспективы роста, естественно, под вопросом. Кто будет верить в то, что аэропорт будет расти, 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 если оттуда, ну, если он не справляется уже с текущим пассажиропотоком? Дождь. Оптимистик чаннел.